В Саранске завершился первый в истории кубок шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана по шорт-треку. В течение трех дней за награды состязаний боролись около ста спортсменов из 15 регионов нашей страны. Участники выявляли сильнейших в многоборье. Итоговый результат складывался по сумме выступлений на трех дистанциях – 500, 1000 и 1500 метров. На кубке Виктора Ана осуществлялся дополнительный отбор на финал первенства России среди юниоров, который совсем скоро пройдет в Рыбинске. Некоторые трековики уже квалифицировались на главный старт сезона на взрослых этапах Кубка России. В их числе и представительница Мордовии Светлана Тюленева, которая сейчас находится на сборах. Остальные добирались в Саранске. У юношей первые три десятка спортсменов, у девушек лучшая двадцатка. Республика на минувшем старте была представлена большой группой трековиков. У девушек наша Анастасия Жиганова пробивалась в финал А на двух дистанциях, но оба раза не доезжала до финиша из-за падений. Не сталкивается коньками ни с кем, и в основном это мои ошибки, то, что я была в этой куче, попала под разгар вот этого всего, и получилось так, что снесли меня. В заключительный день соревнований, представляющая Мордовию по параллельному зачету, Анастасия Жиганова выступала на дистанции тысячи метров. При удачном раскладе Настя могла претендовать на попадание в тройку по итогам общего зачета многоборья. Но из-за очередного падения в финале подняться выше пятого итогового места ей не удалось. Вперед за забегом я, конечно же, нервничала. Я надеялась на лучшее. Я думала, что я приеду треть, я попаду в призовое место. Но что есть, то есть. Заняв пятое место, Анастасия Жиганова стала лучшей среди мордовских трековиков на минувшем кубке Виктора Ана. Стоит отметить, что все ведущие наши спортсмены на финал первенства страны отобрались. Помимо непосредственно отбора и медалей, призеры соревнований получили специальные памятные призы от Виктора Ана. Это лезвие, шлемы и другой спортивный инвентарь с автографом чемпиона.